С первым по-настоящему весенним теплом начинает набухать почки. Любители березовых слез направляются в лес за целебным соком. Говорят, что свежий березовый сок помогает организму справиться с гиповитаминозом, весеннюю усталостью, депрессией и ускоряет метаболизм. Так это или нет, узнаем сегодня у нашей гости, ведущего специалиста медицинского центра снижения веса, автора книг и статей по правильному питанию и здоровому образу жизни, Марты Мару. Давай, доброе утро. Марта, доброе утро. Дорогие молодые родители, доброе утро. Сок пошел, тема актуальна. Да, а в общем, ну недаром же говорят, такой стройный, как береза. Может, секрет в березовом соке надо пить побольше? Да, но не совсем. По одной простой причине, что березовый сок не бесплатный в плане килокалорий. Там есть природный сахар, соответственно, 25 килокалорий на 100 миллилитров там присутствует. Поэтому, если мы пофантазируем, что человек захочет свой питьевой режим в виде 2 литров негазированной воды и заменить березовым соком, то он получит 500 килокалорий наверх на свой калораж. И это уже не совсем про стройность. Ну, естественно, мы говорим вот о свежем, который вот только что приехал. Мы не говорим о консервированных банках из магазина. Это мы вообще не обсуждаем, это забыли, да? Мы про это не говорим сейчас. Мы говорим о свежем полезном. А домашний консервированный как же березовый сок? Домашний консервированный сок прекрасен, если он натуральный, без добавления сахара, ягод и всех остальных сахарных. Я думаю, сейчас все ребятцы скажут, эх, так же стоять не будем. Не будем стоять. То есть березовый сок не теряет своих, ну, каких-то, не знаю, целебных или полезных свойств? Если его правильно консервировать. Ну, какую температуру нужно? Его нужно не до большой, до 80 градусов и консервировать в натуральном виде, либо замораживать. Кубики льда – прекрасное косметическое средство. Если пить внутрь, то это калий, натрий, кальций, магний, фитонциды, полезные для иммунитета, купление здоровья, противовирусное, иммуномодулирующее. То есть прекрасный, замечательный продукт. Но его можно применять тоже и наружу, в том числе. И наружу, и внутренне. Ванны в березовом соку. Ну, это нужно очень много ходить, очень много собирать. А как быть с квасом? Вот, ну, популярный белорусский продукт. Который с хлебом, который с изюмчиком. Который холодненький такой еще. Холодненький. Он еще с пузырьками. Если там подброженный прекрасный березовый сок. Понимать о том, что там есть градус. Ну, я аж к этому не понял. Естественно. Поэтому такой прекрасный квас всегда на Руси, в нашей стране, то в том числе он был как дополнение к праздничному столу. Туда добавляли еще там какие-то ромашку, чабрец, клюкву, брюкву, чернику. Все, что есть наше белорусское. И вот такой вот прекрасный напиток с алкоголем был на столе. Поэтому такой напиток мы можем себе позволить, например, на праздники, какой-то такой торжественный день, естественно, заменять им обычную пищевую воду. И в небольших дозах. Но всем вообще показан сок или есть какие-то противопоказания? Конечно, противопоказания есть. Они есть у тех людей, у которых есть выраженная мочекаменная болезнь. Хотя сам по себе березовый сок обладает таким выраженным мочегонным эффектом. Для тех людей, у кого есть аллергия на березу, в том числе не нужно. И на почки. И на почки в том числе. И опять же, для тех людей, которые хотят следить за своей фигурой, все-таки перетруждаться с березовым соком не стоит. Утреблять его три раза в день, перед завтраком, обедом и ужином, по одному стаканчику будет вполне достаточно. То есть для того, чтобы, ну, скажем так, слегка оздоровиться, не замораживая, березовый сок стоит употреблять сезонно? Сезонно, свежий. Безусловно, он есть свежий всего лишь там несколько недель. Поэтому хранить его в холодильнике неделями, месяцами никакого смысла нет. Он хранится двое-трое суток максимум. Потом та пленочка и те микроорганизмы, которые там образуются, вред гораздо больше, чем польза, которую несет себе этот сок. Поэтому мы его пьем немного, берем там небольшие дозировки, выпиваем фактически сразу же, получаем пользу, оздоравливаемся и все счастливы. А детям, кстати, можно березовый сок? Детям можно березовый сок, если нет индивидуальной непереносимости. Поэтому если ребенок очень маленький, мы начинаем совсем с маленькой-маленькой дозировки по чайным ложкам. То есть сразу оздоравливать ребенка большими дозами, конечно, не иметь. То есть прикорм березовым соком? Ну, для этого нужно еще... Ложечку и ждем реакцию. И подумать еще по прикорму, но уже когда человек в садовского возраста, осознанно говорит, ходит и ест все с общего стола, вполне можно себе попробовать. Ну что ж, я думаю, что березовый сок станет хорошим дополнением к праздничному и к обыкновенному приему пищи всех белорусов. Самое главное помнить о верном его количестве. Марта, ну и я знаю, что есть одна рекомендация по жидкости, которую вы всегда даете нашим телезрителям и телезрительницам в особенности. Безусловно, не устаю говорить, что чистая негазированная вода не к вас, Тео, сброженный, а прекрасная чистая негазированная вода. Это наше все. Березовый сок мы любим, уважаем. Дедушки, бабушки наши выпили, мы прекрасно к нему относимся, но наша жизнь это наша вода. Поэтому пьем 2 литра чистой негазированной воды и будет нам здоровье и счастье. Я думаю, все все вняли, все понятно, все развернуто. Березовый сок полезен, но в меру. До свидания. Спасибо большое. Сегодня о пользе березового сока мы побеседовали с нашей гостьей в студии. Автор статей и книг по правильному питанию, специалист медицинского центра снижения веса Марта Марудова побывала в гостях программы Доброе Родинство Беларусь. Спасибо, Марта. Спасибо.